Пасхалки и секреты Топорик у Коннора очень напоминает логотип игры. Возможно это просто совпадение, но не думаю. Во всех населенных пунктах можно будет найти развешенное белье. И оно всегда одного и того же цвета, в одном и том же расположении. Это расположение цветов, слева направо, синий, белый, красный, повторяет флаг Франции. Возможно это отсылка к тому, что Юбисофт является французской компанией. Но сейчас же говорят, что возможно это отсылка к Assassin's Creed Unity, действия которой будут проходить во Франции. Выполняя побочные задания, мы можем встретить одного мужичка, который даст нам задание собрать все детали. После того, как мы это сделаем, нужно будет вернуться к нему, и он даст нам полетать на изобретение Леонардо да Винчи в Дельтаплане. Это отсылка ко второй части игры. И кстати, Коннор даже попробует на нем полетать, но ничего не получится, он упадет в воду. Наверное, самая крутая пасхалка из всей серии. Если встать за домом, именно за вот этим углом, за которым стою я, и свистнуть, то придет индейка. И это не самое крутое. Если начать ее кормить, и при этом ввести код, код я добавлю в описание, то на этой индейке появится капюшон ассасина. Такая вот очень крутая пасхалка. В игре можно будет услышать крик Вильгельма. Он часто используется в кино, телевидении и видеоиграх. Впервые он был использован в вестерне, далекие барабаны. Этот звуковой эффект стал очень популярным после того, как был использован в Звездных войнах. И после этого он был использован уже более чем в 200 фильмах и компьютерных играх. В игре можно встретить клуб авантюристов. Люди сидят у костра и рассказывают страшные истории. Нам же нужно будет проверять все эти их легенды и мифы. В общем, типичные страшные истории. Снежный человек, привидения, ведьма и тому подобное. Так вот, когда нам скажут найти снежного человека, мы пойдем по следу. И находя различные улики, мы наткнемся на пещеру. Зайдя в эту пещеру, мы увидим то, что никакого снежного человека не существует. Зато здесь живет какой-то человек. У него стоит кровать, тумбочка, еда и тому подобное. Все это очень напоминает Майнкрафт. Не замечаете? Человек, возможно, сам это все вырвал, кто его знает. Также у него здесь стоит кровать и тумбочка. Все то же самое, что и в Майнкрафте. Ну и вообще, все эти легенды, которых здесь не так уж и мало, на самом деле, простая выдумка слухи. Например, снежный человек, это совсем не снежный человек, а просто человек. Также, если мы пойдем на задание маяк с привидениями, то увидим то, что привидений здесь тоже никаких нет. Здесь просто кто-то прикольнулся над людьми. Но есть один миф, который все-таки подтверждается. Называется он всадник без головы. Поговорив опять же с людьми у костра, мы пойдем искать улики. И наткнемся на труп человека. Скорее всего, труп, но, по крайней мере, голова его обернута в мешок и какие-то порезы в области шеи. После того, как мы изучим тело, нам покажут ролик с этим самым всадником без головы. Вместо головы у него и вправду тыква, поэтому миф подтверждается. Те люди, которые сидят у того самого костра, говорят то, что этому человеку во время какой-то битвы оторвало голову, после чего он остался жив и бегает на своем коне в надежде найти свою голову, отрывая голову другим людям. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Дима. Всем удачи и всем пока. Увидимся очень скоро. Продолжение следует... Продолжение следует...